Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наше путешествие по книге Тиэлим, 17-й Псалом. Псалом 17, он уже, понятно, Гематрия 17, ТОФ, значит, это ТОФ-Псалом, он очень считается такой, ну, как бы, очень хороший, очень браховый, да? В первую очередь, все почти источники, которые есть старинные, говорят о том, что это уникальное средство от выкидышей. То есть, женщина, которая была или боится, что будет, или которая там уже была, они должны читать этот Псалом, и написано, что он производит огромное действие. Когда его читаешь, особенно делать кавану, настрой на слова «храни меня, как зениц ока» и «в тени крыл своих укрой». Это дело в том, что там первые три слова образуют специальное спасающее имя Бога, которое именно помогает, в первую очередь, от выкидышей женщинам. Следующее, о чем говорят мудрецы про этот Псалом, его читают от опасности в дороге. Если человек чем-то опасный, опасается он в дороге, что-то ему не нравится, что-то, он хочет, в первую очередь, удачи в конце пути еще, очень главное, достигнуть, читают этот Псалом и тоже помогают. Если человек вообще опасается, что это опасная дорога из-за людей, что его могут поджидать, или там природа, скользкая дорога, не знаю, его читают семь раз перед дорогой, прямо на рассвете, и считается тоже, что он приносит огромную пользу. Вообще написано почти во всех старинных источниках, что перед дальней дорогой, или просто перед дорогой написано, пусть прочтет семнадцатый Псалом. Этот Псалом читают, когда скрываются от преследователей, его читают вообще во время каких-то таких неприятностей, для защиты от недоброжелателей. И написано, что в трудные минуты жизни этот Псалом очень помогает, читая его, это хороший, помогающий Псалом. Трижды при тяжких таких, несправедливых обвинениях, которые обрушиваются на человека, задевают сильно его душу, он чувствует, что его это вот задевает, его трижды в день, три дня читают, и написано тоже помогает. Кроме того, написано, что этот Псалом помогает при болезнях, в первую очередь душевных написано, при тяжелых и душевных болезнях, когда человек чувствует на душе тяжесть, помогает этот Псалом. О чем еще говорит этот Псалом, что не стоит переоценивать свои силы в способности устоять перед разными соблазностями, не стой на краю. Царь Давид попросил у Всевышнего испытать его, и не устоял в испытании. Ну вот, пожалуй, все про сегодняшний Псалом. Брахава от Слаха. Продолжение следует...